Все решения в борьбе с коронавирусом в регионе должны приниматься синхронно. Отклонения от режима прошлой недели пока нет. Действовать будут в зависимости от ситуации. Конечно, очевидно. Надо понимать, что динамика роста будет. И именно вот эта динамика, в первую очередь на нее мы будем исключительно полагаться, во многом будет определять наши дальнейшие действия. Что мы будем делать? Ужесточать режимы. Карантин мы не вводили. В этой связи я должен сказать, что, конечно, еще раз говорю, в следующей неделе будет показатель. Мы прогнозируем свой рост. Это в некоторой степени просчитываемые показатели, данные. Но вместе с тем, параллельно с этим, мы, главное, проводим ту работу, которая позволит и предупредительно, и превентивно избежать самых негативных последствий. А именно, мы разворачиваем дополнительный коечный фонд. Мы уже буквально завтра-послезавтра, до 6 числа, на базе Тамбовской областной больницы отдельное целое здание, отдельно стоящее здание, мы полностью переоборудуем и оснащаем медицинским оборудованием, оснащаем всем необходимым для того, чтобы она функционировала и отвечала тем задачам, которые в рамках этой серьезной инфекции, этой борьбы с коронавирусом осуществлялась непосредственно. Далее у нас в планах это разместить в Расказово на базе больницы, соответственно, Расказовская и Тамбовская ЦРБ, Центральная районная больница. Это вот самый первый этап мы должны сделать до 25 апреля. На сегодняшний день в области было 242 аппарата искусственной вентиляции легких. Большая часть из них, более 90%, ну почти 95% в исправном состоянии. Все, что не в исправном состоянии, в срочном порядке, все необходимые запасные части, закупаются другие, так сказать, комплектующие, которые позволили их в 100% готовности иметь. Кроме этого, по заявке, которую область отправила в Минздрав и которая уже согласована, мы еще должны получить 156 аппаратов искусственной вентиляции легких дополнительно. Кроме того, областная администрация уже подготовила целый пакет мер поддержки малых и средних предпринимателей. Уже в понедельник комплекс предложений отправляют в Москву. Среди них налоговые вычеты и льготные кредиты.